Время новостей на телеканале Север в студии Алина Вучейская. Здравствуйте! И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в стране и в Ненецком округе. За последние сутки в России выявлено около 10 тысяч новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свыше 250 тысяч. За все время пандемии выздоровело более 53 тысяч человек, умерло 2305 заболевших. Только за последние сутки 93 человека. А теперь о ситуации в округе. За прошедшие сутки по одному случаю заболевания COVID-19 зарегистрированы в Нарьинмаре и на месторождении имени Титова. Таким образом, по данным, на утро 14 мая на территории региона зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Согласно статистике, 6 пациентов выздоровело. Из них двое за прошедшие сутки. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, лечение в специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы сегодня проходит 6 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно в Нарьинмаре 1, на Варандее 36, на месторождении имени Титова 3. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре и поселке Искатели находятся 439 человек, в обсерваторе 12. Снято с контроля 548 человек. Из них 12 за последние сутки. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 230 человек, на Варандее 203 и на месторождении имени Титова 27. С начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 2090 исследований на коронавирус. Накануне временно исполняющие обязанности губернаторов Ненецкого округа и Архангельской области подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе России нового субъекта в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Процесс образования нового субъекта длительный. Он занимает не один год и регулируется соответствующим федеральным конституционным законом. Далее подробности. В частности, в законе говорится, инициатива образования в составе Российской Федерации нового субъекта принадлежит субъектам Российской Федерации, на территориях которых образуется новый субъект. Совместное предложение законодательных органов государственной власти и высших должностных лиц исполнительных органов государственной власти направляется президенту Российской Федерации. Указанное предложение должно быть обосновано и содержать предполагаемые наименования, статус и границы нового субъекта, а также прогноз социально-экономических и иных последствий, связанных с образованием в составе Российской Федерации нового субъекта. Главам регионов принадлежит право и инициативы выхода с таким вопросом о создании на территории Российской Федерации нового субъекта России. Далее, процедура предусмотрена предусмотрена обращение в адрес президента Российской Федерации, что есть такое намерение об образовании нового субъекта. Затем, законодательные собрания регионов должны будут принять, точнее, рассмотреть и принять, назначить дату голосования по вопросу, выносимому на референдум об образовании нового субъекта. На территории России определяется дата. Это должно быть в воскресенье, не рабочий день обязательно. Решение принимается не позднее, чем за 60 дней. Должно быть принято за 60 дней до предполагаемой даты референдума. Проведение референдума – это лишь одна из ступеней процесса, в ходе которого жители обоих регионов высказывают своё мнение по предложенному вопросу. Референдумы должны пройти одновременно на территории двух субъектов – Нейнского округа и Архангельской области. Процедура всем знакома. Это обычные выборы. Там участвуют участковые комиссии, территориальные работают, субъектовые комиссии, как на территории округа, так и в области. Ну и самое главное, то что после проведения референдума, понятно, что подводятся итоги, на каждой территории, в каждом субъекте подводятся итоги, комиссия определяет, либо референдум состоялся, либо референдум не состоялся. И, соответственно, его итоги подлежат официальному опубликованию. Для референдума необходимо не менее 50% явки избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. У нас на 1 января в регистре в окружном 33 952 избирателей, то есть не менее половины избирателей должно у нас прийти на избирательном участке. Чтобы новый субъект получил право на существование, жители обоих регионов должны высказать положительное решение. Если в двух субъектах голосуют по-разному, то новый субъект не создаётся. У них будет свой протокол и своё решение. У нас будет свой протокол и своё решение. Но однозначно в законе прописано, что, во-первых, должна быть явка не менее 50%, и от этих 50% должны всё-таки люди высказаться за больше, чем нет. Если будет нет, соответственно, вопрос будет не принят. Здесь не считаются все голоса отдельно, а считаются именно… Точнее, не считаются все голоса в общей массе, а считаются голоса отдельно по каждому субъекту. Область будет считать своё, а мы будем считать свою весть. Если всё же жителями будет принято положительное решение, то есть об объединении двух субъектов, то это не значит, что уже на следующий день грядут глобальные изменения. Опираясь на практику других регионов, можно сделать вывод, что процесс слияния растягивается до полутора лет. От внесения изменений в Конституционный закон России, которыми определяется название нового субъекта, до решения имущественных вопросов. В федеральном конституционном законе должно быть оговорено, что это за будет субъект, органы власти, какие они будут, как будут формироваться. Потому что однозначно, если это новый субъект, значит, возникает вопрос проведения новых выборов. В новые органы власти. То есть, это однозначно законодательное собрание, это однозначно будет губернатор какого-то нового субъекта, края, предположим. Это однозначно влечёт за собой проведение этих выборов. Переходный период жизни ничем не отличается от обычной. Органы власти работают, как и прежде, каждый со своим бюджетом. Но одновременно с этим ведётся большая и длительная работа по объединению. Примеров проведения референдумов в истории современной России много. Мария Даник, Антон Бодряков, Телеканал «Север». И теперь информация о ледовой обстановке. По данным гидрометеорологической станции Нарьинмара, на 16 часов голова ледохода остановилась в районе деревни Каменка, в 61-м километре от Нарьинмара. Лёд не движется. Продолжается ледоход в нижнем течении рек Уса и Колва. На реке Адзева, посёлок Харута, отмечена подвижка – интенсивный рост уровня воды. В верхнем течении реки Колва сохраняется ледостав за крайными. На реке Пёша, деревня Волоковая, продолжается средний ледоход с интенсивным ростом уровня воды. На участке от Великовисочного до Нижней Каменки происходит сейчас ледоход различной интенсивности. Там практически не растёт уровень воды, а иногда и уменьшается. Тогда как на участке Лабожской и Пыленец как раз и развивается ледоход, и там небольшой подъём уровня воды происходит. Также отмечена подвижка в населённом пункте Оксина. Лёд в настоящее время стоит, не движется. В районе посёлка Хангури после слабой подвижки лёд остановился. Также зафиксирована незначительная подвижка в протоке Городецкий шар, но лёд продолжает стоять. Уровень воды здесь увеличился на 7 сантиметров и составляет 289 сантиметров. Ледоход на реке Печора в районе окружной столицы в протоке Городецкий шар ожидается 19-20 мая. Важная информация для жителей западной части Ненецкого округа. Ночью 15 мая на побережье ожидается южный ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 29 метров в секунду. Под усиление ветра попадают 4 населённых пункта – Шойна, Киа, Чижа и Несь. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям без необходимости не покидать жилых помещений. При нахождении на улице обращать внимание на слабо закреплённые конструкции и не находиться рядом с ними. А также в целях безопасности воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. По указу президента России Владимира Путина, в условиях пандемии коронавируса на каждого ребёнка от 3 до 16 лет полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, независимо от доходов семьи. Подать заявление на её получение можно с 1 июня по 1 октября текущего года. Сделать это можно через единый портал госуслуг, а также в пенсионном фонде. Выплата происходит только на банковский счёт заявителя. Именно поэтому перед оформлением заявки необходимо внимательно проверить данные. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплаты не осуществляются. Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на её территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны единовременная выплата не осуществляется. Опекуны ребёнка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. В заявлении необходимо указать данные именно банковского счёта заявителя. Выплата не может осуществляться на счёт другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого человека, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами. Также выплата не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав и при предоставлении недостоверных сведений. Добавлю, обратиться в клиентскую службу ПФР можно по предварительной записи по номеру 45771. День открытых дверей в режиме онлайн. Социально-гуманитарный колледж на своей страничке в соцсети ВКонтакте познакомил потенциальных студентов со своей историей и специальностями, обучение которым можно пройти в стенах старейшего учебного заведения региона. Мария Даник расскажет подробнее. Социально-гуманитарный колледж, который изначально готовил кадры для педагогического отрасли Нейнского округа, уже давно стал многопрофильным учебным заведением региона. И мы готовим специалистов по разным направлениям. Наши выпускники работают в детских садах, в школах, работают в больницах, в поликлиниках, работают в администрации, то есть во всех учреждениях города и округа. Таким образом, колледж наш дает не только среднее профессиональное образование, но и является стартовой площадкой для получения высшего образования и, конечно, дальнейшего успешного трудоустройства. В этом году колледж будет вести прием как на очное, так и заочное отделение. Бюджетные места предоставляются по двум специальностям мощной формы – дошкольное образование и сестринское дело. На первое объявлен прием девятиклассников, а в основе поступления – конкурс аттестатов. На вторую специальность могут поступить выпускники одиннадцатых классов. Двадцать пять бюджетных мест округ выделяет на эту специальность. Поступившие на конкурсной основе после одиннадцати классов будут обучаться два года десять месяцев. Итогом обучения является получение квалификации «Медицинская сестра» или «Медбрат». Вступительное испытание проводится 12 и 13 августа текущего года в форме собеседования. Студенты, которые проходят обучение на бюджетных местах, имеют право на стипендию и социальную помощь. Студенты, которые закончили сессию без строек, имеют право на получение базовой академической стипендии, которая сейчас составляет 1560 рублей. Студенты, окончившие на 4 и 5 семестр, получают дополнительную надбавку 25%. Кто на «Отлично» – 50. Если студент три сессии подряд сдаёт сессию на «Отлично», имеет право на получение стипендий имени Волучейского, которая равна трём академическим стипендиям. Также в колледже существуют доплаты к стипендии, разовые выплаты, материальная помощь нуждающимся и другие виды поддержки. Помимо бюджетного, колледж ведёт и платное обучение. На базе девяти классов – сетевое и системное администрирование и дизайн. На базе одиннадцатых классов – финансы. Про то, как проходит обучение в колледже в рамках дня открытых дверей, рассказали и те, кто когда-то учился там. На данный момент я считаю, что это одна из наиболее перспективных и востребованных профессий. Большинство ребят, обучающихся со мной, с лёгкостью нашли своё место работы и получают удовольствие от неё. В колледже на данный момент я работаю преподавателем экономических дисциплин. Это ещё раз доказывает, что специальность позволяет работать в любой отрасли, связанной с экономической деятельностью. Поступить в колледж можно и на заочное отделение по двум специальностям на базе одиннадцати классов. Это библиотека ведения и документационное обеспечение. В колледже помимо учёбы ведётся и активная студенческая жизнь. Работают различные клубы, кружки и волонтёрское объединение. Мария Даник, телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.